1863-1864 годы усилили внимание русских писателей к теме смутного времени, а стало быть, и к противостоянию крупнейших славянских государств Московского царства и Речи Посполитой, которая из начала XVII века точно перенеслась в середину века XIX. Литва, Великое княжство Литовское, все чаще начинают вспоминать в связи с этими сюжетами, что вполне естественно. Можно сказать, используя пушкинский образ, что русская историческая литература, по крайней мере, драматургия, черпает вдохновение в корчменно-литовской границе. В этом отношении чрезвычайно интересным представляется использование литовской тематики в трилогии крупнейшего исторического драматурга второй половины XIX века поэта Алексея Константиновича Толстого. Смерть Иоанна Грозного, царь Федор Иоаннович, царь Борис. Временной охват трилогии от заката царствования Иоанна IV до смерти Бориса Годунова – это одновременно и закат старого царства Рюриковичей, преддверие великой трагедии смутного времени, фактически гражданской войны и интервенции. Толстой чрезвычайно внимательно, как известно, относился к историческим фактам, поэтому в полном соответствии с ними Литва, Великое княжество, рисуется поэтом как угроза, нависающая над западной границей Московского царства. Вместе с тем, в отличие от своего великого предшественника Пушкина, как автора Бориса Годунова и многих менее значительных драматургов, Толстой неожиданно обращается не к истории военного противостояния Московской Руси и Литвы, а к страницам истории их дипломатических отношений. Литва предстает в его трилогии персонифицированной, причем литовско-дипломатический сюжет как бы окольцовывает середину трилогии. В финале первой ее части трагедии смерти Иоанна Грозного посол Михаил Гарабурда бросает перчатку царю московскому, обнажая его слабость и физическую. Грозный не может выйти на поединок со Стефаном Батурием еще и по причине своей старости и болезни. И политическую. Поэт сам подчеркивает значимости персонажа и сцены с его участием для всей трагедии. Он пишет в статье «Проект постановки на сцену трагедии смерти Иоанна Грозного». Михаил Богданович Гарабурда, секретарь Великого княжства Литовского и посол короля Батурия, является только один раз в драме, в одной из самых коротких сцен. Но на нем основан перелом Иоанновой судьбы. И он представляет ту ось, на которой совершается оборот всего хода событий, когда драматическое движение из восходящего превращается в нисходящее. Он есть вершина драматической пирамиды. И потому коротенькая роль его – одна из самых важных. К тому же он поставлен к Иоанну в исключительное положение явного антагониста, положение, в котором изо всех прочих дано стоять одному году нову, да и этому только в конце трагедии. Первое действие третьей части трилогии, трагедии «Царь Борис», начинается продолжительной сценой политического торжества нового российского государя. Перед царем московским чередой проходят послы, в том числе и великий канцлер литовский Лев Сапега, которого, в свою очередь, уже новый царь подвергает унижению, демонстрируя политическое и военное превосходство над погрязшим в войне со Швецией польско-литовским государством. Нас интересуют сегодня два вопроса. Первый. Насколько коррелируют, насколько связаны между собой сцены Грозного, Гарабурда и Годунов Сапега, как строят эти сцены поэты, какую роль играют они в развитии действий обеих трагедий. И второй. Как эти литовско-дипломатические сюжеты проецируются на эпоху создания драматической трилогии о закате династии Рюриковича и воцарении Годунова. Встреча Иоанна Грозного с Гарабурдой выделена автором в отдельную сцену третьего действия «Престольная палата». Грозный сам выбирает место для приема польско-литовского посла и фактически режиссирует церемонии его приема. Впустить посла, но почести ему не надо никаких. Ябаловать уже Батура более не намерен. Примерно половина эпизода и строится в соответствии с режиссерским замыслом царя. Он пытается оказать психологическое давление на Гарабурду. Вначале напоминает, что именно ему, Грозному, предлагали паны корону после смерти Жегемонта. Затем говорит о позорном бегстве во Францию нового короля и великого князя Генриха Валуа, о вассальном долге Стефана Батория как князя Седмиградского по отношению к турецкому султану. Следующий элемент – давление противопоставлении вероисповедания короля и вероисповедания исполняющего его волю посла, господином схизматика латинского «завёшь ты». Это позиция государя, осознающего свою силу и говорящего с позиции силы. Однако далее происходит слом. Передавая слово Гарабурде, Грозный явно ожидает, что тот будет говорить с ним с позиции просителя. Однако посол неожиданно начинает говорить решительно и гордо. Он, Баторий, требует, чтобы из земли Ливонской немедля вывел ты свои полки и навсегда б короне польской отдал Смоленск и Полоцк, Новгород и Псков. На этом мир с тобой и заключить согласен он. Это требование вызывает у царя ощущение нереальности происходящего. Грозный не обладает ещё той полнотой знания о происходящем на Российско-Литовской войне, которым обладает Гарабурда. Поэтому высказывает предположение, что посол попросту пьян. Кто из вас дерзнул нетрезвого впустить в мои палаты? И, наконец, посол передаёт Грозному королевский вызов на поединок, после чего единственной трактовкой происходящего для царя остаётся безумие. Из вас обоих кто сошёл с ума? Ты или король? Фактически Гарабурда становится вестником крушения московского царства и лично Иоанна. Ты, видно, и не слыхал ещё того, панцарь, что из Варшавы прибыл с новым войском король Степан, что на границе он уж в пух и прах разбил твои полки. Ты, видно, не слыхал, что швед уже на рову взял и вместе с королём готовится на Новгород идти. И дрянные ж воеводы у тебя, что не дали знать тебе об этом? Сцена завершается многозначительной авторской ремаркой. Грозный, цитата, падает в изнеможении в престольные кресла. Хотя формально переданное послом предложение Батория о поединке не принято Иоанном, он падает, то есть терпит поражение. Совсем иначе строится сцена приёма литовского посла, канцлера Льва Сапеги в заключительной части трилогии «Трагедия царь Борис». Следует отметить, что в отличие от авторского проекта постановки первых двух частей трилогии с подробным анализом того, как видит он тех или иных действующих лиц, Толстой не оставил указаний, как следует интерпретировать царя Бориса. Действие происходит в той же престольной палате, однако это уже не персональный приём посла, речи Посполитой и Великого княжства, как было в случае с Гарабурдой. Борис принимает Сапегу в череде других дипломатов. У него нет необходимости оказывать психологическое давление на посла, поскольку ситуация во взаимоотношениях с государством коренным образом изменилась, что и констатирует сам литовский канцлер. Жегемонт и мы, паны, хотим уже забыть вражду с Москвою. То король Батур с царём Иваном прались, надушишь их, пускай тут ляжет, спор. Сапега привозят новому царю московскому не перчатку, чтобы бросить в лицо и тем самым обозначить новый виток противостояния, а предложение вечного мира. Тут необходимо пояснить, что под вечным миром, изображаемый в трилогии эпоху, подразумевался мир, заключённый до конца жизни подписавших его государей. Соответственно, в данном случае предлагается подписать мир до конца жизни царя Бориса и короля Сигизмунда III. Однако Борис не спешит принять это предложение. Пан Сапега, ты шесть недель в Москве, кажется, ждал, пока тебе перед собой явиться дозволил я. Ты времени довольна, имел узнать войска и силы наши. Сдаётся мне, мир будет Жегемонту нужнее, чем нам. Но Годунов лишь величественно сообщает о своей готовности продлить перемирие, в связи с чем позволяет послу ещё на некоторое время задержаться в Москве. Можно сказать, что эту сцену Толстой рисует как определённую моральную компенсацию. Если во время заката Грозного Московское царство терпит унижение от Литвы, то при воцарении Годунова, которого Алексей Толстой считает идеальным правителем, Литва вынуждена занять то место при русском престоле, которое, по мнению драматурга, соответствует историческому значению России. Это чрезвычайно важный момент, важный для адекватного понимания авторского замысла поэта. «Толстой нигде не превращает образ литовского посла Бутта Гарабурда или Сапега в карикатуру, хотя их монологи написаны с явной стилизацией под польско-белорусскую речь». В уже цитированном проекте постановки на сцену трагедии смерти Иоанна Грозного Алексей Константинович пишет «На эту роль Гарабурды нельзя достаточно обратить внимание и не приложить к ней слишком много старания. Художник, берущий её на себя, никак не должен увлекаться оттенком комизма, который слышится в словах Гарабурды. Развивать этот комизм, например, заставлять Гарабурду говорить ломаным русским языком или придавать ему ужимки из оперы «Москаль» Чаривник, было бы грубой ошибкой. Литва – достойный оппонент московских государей, и это противостояние, говоря пушкинским языком, спор славян между собою. По мнению Толстого, получила своё историческое решение в новую эпоху. Царствование Александра II казалось ему столь же мудрым, как и царствование Бориса Годунова. Нет сомнения в том, что Алексей Константинович был русофилом. Однако, как отмечает в своих воспоминаниях хорошо знавший Толстого князь Владимир Павлович Мещерский, цитата, «Его мечты требовали от России не муравьёвской энергии после мятежа 1963-64 года, а признание элемента культуры в европейской цивилизации выше наших». Конец цитаты. Величественное и холодное презрение Годунова кажется Толстому более правомерным и более оправданным, нежели желчная ненависть Грозного. Но и оба посла, в первую очередь, на наш взгляд, это заметно по образу Горабурды, поэту по-человечески симпатичны. На наш взгляд, литовский след в драматической трилогии Толстого не случайен. Работа над ней происходит во время восстания 1963-64 года и сразу же после него. Смерть Иоанна Грозного, первая часть трилогии, пишется в 1962-64 годах, царь Фёдор Иоаннович в 1964-68, царь Борис в 1968-70. То есть тогда, когда литовский вопрос, вопрос западных губерний, как называют их российские политики той эпохи, чрезвычайно актуализируется. Причём впервые за многие годы он актуализируется именно как вопрос об исторической судьбе бывших земель Великого князства Литовского, а не царства польского. Как отмечал наиболее яркий выразитель имперских настроений в российском общественном мнении главный редактор московских ведомостей Михаил Никифорович Котков, существование особого государства под одной из России державой должно неизбежно оказывать разлагающее действие на весь её состав и прежде всего на те губернии, которые некогда составляли Западную или Литовскую Русь и входили в состав Старой Польши. Рядом с автономией царства польского эта программа, программа маркиза Велепольского, ставит автономию западного края под титулом Великого княжества Литовского. Конец цитаты. Таким образом, противопоставление в попытке разрешения польско-литовского вопроса российскими государями накануне смутного времени проецируется на современную автору политическую историю. Напомним, что эпоха создания двух первых частей драматической трилогии это ещё и эпоха муравьёвщины и последовавшая непосредственно за ней попытки силового решения проблемы национального самоопределения литовских губерний. Военное силовое противостояние не приводит к положительному эффекту, считает поэт, поскольку война неизбежно ослабляет позиции самой России. И напротив, государь-реформатор с его точки зрения вполне в состоянии обойтись дипломатическими методами. Сильное модернизированное государство, управляемое разумом, а не царской прихотью и не силой, способно диктовать свою волю не только подданным, но и сопредельным государствам. Последнее становится очевидным, если сравнить финал царя Бориса с финалом пушкинского Бориса Годунова. Толстой не рассматривает в своей трагедии «Царь Борис» вопрос о виновности Годунова в гибели царевича Дмитрия, который мог бы стать законным продолжателем династии Рюриковичей. Намеки на эту виновность присутствуют в первых двух частях трилогии, но смикшированы в третьей. И даже изображенная Толстым смерть царя Бориса не превращается в его трагедии, в кошмарное разрушение всего содеянного Годуновым, апогеем, чего Пушкин делает в своей трагедии убийство Марии Годуновой и царевича Федора Борисовича. Толстой же словно закрывает глаза на эту историческую правду, которая, однако, в реалиях даст себя знать уже через шесть лет после смерти поэта. Царь-реформатор Александр II будет убит бомбой, брошенной в него выходцем из земель бывшего великого княжества Литовского. Напомним, что Игнатий Гриневицкий был уроженцем Бобруйского уезда Минской губернии. Проблема, оказывается, решена не была. Спасибо за внимание. И я хотел бы, я первый раз на конференции, которая проводится Центром Балтославянских исследований, я хотел бы сделать подарок. Это книги, посвященные выпускникам Императорского Виленского университета, Кругу Мицкевича, его друзьям и современникам. Эти книги стали возможны в результате проекта, осуществленного при поддержке посольства Литвы в Минске, за что я искренне благодарен, потому что впервые в жизни мне удалось удовлетворить собственное научное любопытство за счет другого государства. Я могу сказать, что два тома, основывающихся на архивных документах, будем считать, что мне повезло. Так что, Мария Вячеславовна, разрешите вам передать. Я готов отвечать на вопросы, если они есть. Добрый день. Мы говорим об Алексею Константиновиче Толстома. Как известно, он Толстой Краснорожский. А Краснорожский, в общем-то, вот эта Краснорожская земля это современная Брянщина. И, как известно, это коренная земля тоже для Великого княжества Литовского. И вообще Брянская область и готеет культурная, историческая, вот старая Литверь. И вопрос в том, что мог слышать там Алексей Константинович и использовал ли он что-то оттуда, чтобы создать атмосферу Великого княжества Литовского. Вполне возможно, что он включал в свой язык поэтический что-то, что он на самом деле слышал. И его речь Литовцева была не кривлянием, а именно попытка его передать тот славянский язык, который был использован теми людьми, которые он сам слышал и сам может быть умел им пользоваться. Я не могу сказать с точностью, что он слышал в «Красном роге». Сам он называет этот язык польско-малороссийским. Если мы вспомним, все-таки Малороссия в этот период ассоциируется с несколькой иной территорией. Причем он называет это в той же статье проект постановки на сцену трагедии смерти Иоанна Грозного. Несомненно, речь жителей Смоленской и Брянской областей сегодняшних, носила отпечаток той эпохи. И не случайно, допустим, одним из первых белорусских классиков становится смоленский помещик Викентий Равинский, написавший свою версию травестированной Энеиды на белорусском языке. Поэтому, я думаю, язык неизбежно должен был сохранить. Вопрос, насколько речь Михаила Гарабурда как персонажа адекватно тому, что слышал Алексей Константинович. Но тут уже нужно, чтобы об этом говорили лингвисты. Я, к сожалению, лингвистом не являюсь и судить не могу. Мне кажется, это чисто гипотетически, что это не столько отражение реального говора, реального языка, сколько стилизации под него, поэтическая стилизация. Не случайно он предупреждает актеров и режиссеров, что нужно избегать излишнего комизма. Если мы вспомним любая попытка действительно использовать белорусский тогдашний язык или украинский язык, с той или иной степенью адекватности она чаще всего встречается как раз в комедиях. И можно вспомнить того же самого Квитку Основьяненко, который свою дилогию драматическую Динчике Шельменко строит на том, что мы называем правильным украинским. Положительные герои говорят либо на правильном русском, либо на относительно правильном украинском, как Шельменко, а отрицательные герои, либо герои, которые должны вызывать смех, говорят на том, что мы сегодня называем суржиком украинским. Поэтому, может быть, я не прав, но с моей точки зрения, это всё-таки стилизация. Александр Ильич, а есть ли возможность говорить к вопросу о говорящих фамилиях? Есть ли возможность говорить о фамилии посла в значении Гарагурда по-словацки Чурш-Бестовач? Нельзя. Это исторический персонаж, имеющий даты жизни, имеющий собственную политическую биографию. Да, как и Сапега. Это абсолютно исторические персонажи. Мало того, даже в сцене, например, приёма Гадановым послов, даже те послы, которым даётся буквально одна-две реплики, это реальные исторические деятели, которые жили в ту эпоху и действительно представляли свои государства в общениях с царством московским. Существует замечательная работа великолепного, к сожалению, с моей точки зрения, недооценённого историка русской литературы XIX века Исаака Григорьевича Ямпольского ещё 30-х годов, посвящённая историческим источникам драматической трилогии Толстого. Именно поэтому мне пришло... Это дало мне возможность не сосредотачиваться на этом. А насколько этот литературский след ощущался современниками? Абсолютно ощущался. Дело в том, что совершенно неожиданно актуализировалась тема смутного времени и актуализировалась. Вот то, что в первой-третьи XIX века ярче всего воплотил Пушкин, неожиданно начинает появляться в других, в том числе, драматических произведениях. Существует... Ну вот мой любимый пример – это «Гроза Островского». Если вы вспомните, там сцена, где во время грозы прячутся в церкви. И горожане обсуждают о том, решают для себя вопрос, что такое Литва? Она с неба упала. А что с неба может упасть? Напасть. Вот. И точно так же, вот если мы проанализируем ещё некоторые драматические произведения, в основном драматические, потому что это в XX веке из всех искусств важнейшим является кино, а в XIX веке из всех искусств важнейшим является театр. И всего, по-моему, в драматургии у меня нету перед собой моих подсчёт, но, по-моему, в общей сложности, если мне память не изменяет, около 20 драматических произведений, где упоминается Литва. И там как бы драматурги разного уровня, да, там, верхний эшелон литературы представлен Пушкиным, Толстым, Островским. И дальше мы пойдём через Кукольника, и, наконец, мы спустимся, и Кукольник-Озеров, и, наконец, мы спустимся до Крюковского, и слово Литва будет употребляться. И в какой-то момент в противостоянии Россия, вернее, царство Московское Польша, как речь посполитая, как федеративное государство, будет заменено оппозицией царство Московское, то есть Россия, и Великое княжество, то есть Литва. Это очень интересная тема, потому что мне пришлось, например, отслеживать в связи с изучением истории перевода Пушкина, баллады Мицкевича Шех Будрисов словоупотребление слова «литовец» и слово «литвин». Вот, потому что «Булгарин», например, который сам является «литвином» по происхождению, этническим белорусам, он в прозаическом переводе употребляет слово «литовец». То есть для него нет вопросов, кто такой Будрис. Это «литовец». И Пушкин возвращает слово «литвин», которое нужно ему для перевода, потому что таким образом соблюдается и внутренняя рифма, и ритмика. И есть еще большое количество примеров разного словопотребления «литвин» и «литовец». И самым ярким примером является сам Фадзей Венедиктович Булгарин, который, не будучи литовцем, был «литвином», и это вынужден в своих воспоминаниях о «булгарине» подтверждать Иосиф Шоцлавский, выпускник Виленского университета, однокурсник Мицкевича, который как раз очень хорошо чувствовал эту разницу. Вот.